приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал располагается в городе измаил это юг украины и юг одесской области и сегодня мы с вами рассмотрим агрогороскоп с 28 сентября по 1 октября уже начинается октябрь уже совсем близко по 1 октября 2021 года это время убывающей луны в знаке рак как всегда мы начнем рассмотрение агрогороскопа с предыдущего дня перед знаком перед вхождением луны в знак рак но этот день у нас такой вот интересный до 1634 луна будет еще в знаке близнецы а затем перейдет уже 1635 это уже время будет луны в знаке рак поэтому здесь очень важно разделить вот это время продуктивные для разных работ рассмотрим их посеву и рассада не в том не в этом случае не делается потому что уже вечер это поздно и время перехода естественно мы не высаживаем уже так в такое позднее время в саду вот в саду надо поделить работы до 16 часов то есть в знаке близнецы можно проводить любую обрезку в саду садовых растений это может быть и санитарная обрезка и обычная обрезка растений это все приветствуется и в это время естественно нужно проводить различные опрыскивания против вредителей и болезней причем это делается и вечером то есть весь период 28 сентября можно защищать растения от вредителей болезней на юге еще этого добра хватает цветы в открытом грунте естественно защита от вредителей болезней белокрылка на кризантемах и других цветах просто процветает поэтому защищаем наше растение от этого злостного мелкого вредителя и вот здесь очень хороший момент 17 часов можно высаживать рассаду вот это уже очень важная рассаду цветов есть у многих еще двулетники многолетники особенно с закрытой корневой системой в это время замечательное время еще можно высаживать на юге вот эти цветы комнатные цветы 17 часов только начинаем посадку пересадку поливы подкормки если нужно перевалку делать все это мы делаем после 17 часов когда луна зайдет в знак рак это уже и полив тут далее сейчас мы посмотрим можно вот проводить вот эти все работы поливы до 17 часов не проводим а вот 17 часов когда уже войдет луна в знак стихии воды пожалуйста делаем вот это важное дело подкормки естественно если нельзя поливать в близнецах не подкармливаем растения это всегда делается именно в сочетании с поливами но с 18 часов уже можно проводить подкормки для юга еще актуальны зеленые у нас листочки на деревьях и снова после холода еще вернется тепло там где еще зеленые листики где не было листопада можно проводить подкормки напоминаю в саду очень важно провести подкормку калием кремнием нет кремния хотя бы калием это очень важно а для цветов которые вот у нас поздние хризантемы подкормка в это время будет супер после полива конечно и этот весь день у нас очень тоже такой важный и он разделе будет разделен вторник это 28 сентября все заготовительные работы сбор урожая закладку на хранение нужно провести до 12 часов дня потом вот эти 6 часов которые у нас переходные идут вот к сожалению они могут нас подвести и дорогостоящие овощи и плоды ягоды могут просто быть испорчены поэтому постарайтесь чем раньше тем лучше провести вот эти работы для того чтобы собрать и сохранить то что вы вырастили едем дальше а дальше 29 сентября уже среда все 24 часа луна будет находиться в знаке стихии воды в знаке рак плюс ко всему еще здесь у нас переход будет луны из 3 в 4 фазы и естественно не сеем не высаживаем рассаду хотя это знак рак потому что это маленькая новолуние маленькая полнолуние это стрессовая ситуация и растения страдают и семена естественно также плохо всходят в саду мы можем в этот день всего-навсего заниматься защитой от вредителей и болезней кстати можно провести полив и влагозарядковый полив очень хорош в это время внимательно изучите какая почва у вас под деревьями в саду очень нужно поливать наши растения подготовить их к зимовке если будет сухая почва сильный мороз ваши растения все погибнут все вымерзнут зима впереди очень сложная и испытания будут серьезные не только для нас но и для растений для цветов защиты от вредителей болезней естественно можно поливать для комнатных цветов поливы и подкормочки вот они у нас дальше поливы и подкормки они актуальны вот эти два агроприема для всех растений едем дальше кстати и для цветов в открытом грунте тоже можно и поливы и подкормочки проводить в вечернее время далее это у нас стихия воды поэтому сбор урожая заготовки закладка на хранение не проводится 30 сентября все 24 часа луна будет в знаке рак здесь у нас луна без курса 17 часов 51 минуты до конца суток поэтому посевы проводим с утра и только до 16 часов дня что можно посеять в раке именно убывающая луна уже четвертая фаза началась только зеленые различные культуры и сидераты и очень хорошо если у вас теплица еще тепло сейте семена редиса еще в теплице получите хороший урожай я уже это пробовала испытала рассада конечно же можно высаживать рассаду до 16 часов в саду высаживайте и овощные цветочные растения все что у вас уже подготовлено к этому делу тепличники спрашивают пожалуйста высаживайте и в теплых странах тоже интересуется этим вопросом ответ пожалуйста до 16 часов далее будет луна без курса это время нехорошее для того чтобы вот это прекрасные семена посеяны выращенные рассады для того чтобы их просто загубить в саду что делаем 30 сентября это у нас в четверг защиту от вредителей и болезней а также продолжаем влагозарядковый полив для садовых растений абсолютно для всех нужен влагозарядковый полив где не было дождей а очень много стран и регионов находится именно в таком положении до 16 часов для цветов тоже посадка пересадка перевалка но я хочу напомнить что это знак стихии воды поэтому нельзя делить в это корневище время и нельзя высаживать луковичные цветы просто-напросто можете перевалку пересадку это и посадку сделать но не делите пожалуйста корневище различных цветочных растений но естественно ни тюльпаны не какие-то другие луковичные цветы весенние и не только весенние не высаживайте для комнатных цветов актуально до 16 часов посадка пересадка поливы и подкормки здесь можно высаживать любые растения естественно поливы и подкормки очень эффективны их используйте потому что далее будет день уже начало октября 1 эти агро приемы будут неэффективны поэтому пожалуйста вот это обратите на это внимание поливайте очень хорошо и продолжается стихия знака стихия воды это знак рака естественно не собираем впрок урожай ни заготовки не готовим ни консервация ни сушка ни заморозка и естественно не закладываем на хранение любые ягоды плоды овощи фрукты все что вы хотите сохранить пожалуйста не собирайте не закладывайте в это время просто-напросто если нужно собрать что-то яблоки и съесть или где-то еще виноград есть соберитесь ровно столько сколько вы съедите а уже для заготовок перенесите на другой день то есть на 1 октября давайте мы рассмотрим 1 октября он у нас такой день очень интересный рано утром начнется уже вот это благоприятное время в знаке лев 3 часа 55 минут вот с 4 часов вот начинается продуктивное время когда луна уже будет в знаке стихии огня у нас луна без курса перед этим она не имеет значения потому что в знаке лев лучше ничего не сеять это убывающая луна и естественно не высаживать рассаду проверено эффективность очень низкая и результаты к сожалению плохие в саду можно защищать растения от вредителей и болезней можно еще кстати и проводить обрезку упустила но зато словесно говорю можно проводить обрезку уже во льве для цветов актуальна защита от болезней и вредителей и для комнатных цветов то же самое а вот поливы бесполезны в это время в знак стихии льва это время когда рассеяние заняты и цветами своими и плодами вот много процессов идут внутренних которые просто не дают возможность воспринимать растением воду поэтому сколько не поливайте это бесполезно растение не принимают естественно подкормки в это время без полива не проводим зато можно собирать урожай для того чтобы переработать и переработать или потом уже заложить на хранение можно заготовки любые уже делать весь день и закладку на хранение то что вы уже собрали подготовили очень хорошее время прежде чем мы рассмотрим еще домашние дела успешно с 28 сентября по 1 октября 2021 года хочу вас попросить делиться нашими видео комментировать лайкать писать свои вопросы и кстати я сразу же отвечаю на вопрос предыдущего видео этот вопрос касается сухого спирта вот он какой это нужно для того чтобы растопить печку очень хорошо видите сухой спирт я знаю что у нас в школе очень активно использовали на лабораторных работах мы там вот в пробирках что-то нагревали изучали реакции вот этот очень хороший сухой спирт для того чтобы растопить печку вот так и он называется и так хранится хранить в сухом месте вот у меня на 17 раз если хотите очень быстро растопить снова же в определенный день можно несколько кусочков зажечь и просто оставить в печке не будет ни дыма и будет очень хорошо вот убрана вот эта пробка которая у нас всегда находится в дымоходе она вот удерживает вот этот баланс между уличным атмосферным давлением и тем что делается на улице и вот то что у нас в доме чтобы не пускать в дом вот то что там делается ну вот я сразу же этот вопрос видите я ответила уже что это такое сухой спирт очень хорошо получается но его используем только в определенные дни мы с вами уже у нас и видео отдельное есть по этой теме когда растапливать печку первый раз особенно многие уже мне написали получилось замечательно впервые без дыма в доме и печка очень хорошо загорелась это было у нас прошлые разы давайте рассмотрим сейчас вот этот период с 28 сентября по 1 октября пишу на первом плане печка потому что это очень важно не растапливайте печку 28 как бы там ни было далее можно было раньше у вас уже был график я просто всегда рассматривают день когда переход идет луны из знака в знак и особенно в знак влаги получается что с утра еще у нас будет туман и обычно и потом пока дойдет вот до этого времени когда нужно после ну вот можно казалось бы еще топить но лучше этого не делать потому что будет все равно дым будет влажный воздух и вот эта пробка будет сидеть очень долго даже сухой спирт не поможет поэтому во влажные дни пожалуйста не надо втопить печку растапливать это у нас 28 во вторник в среду 29 тоже и 30 в четверг не растапливаем печку если есть возможность если вы уже растопили первый раз то можете пробовать но снова же начните с сухого спирта если печка теплая она разгорится зато если вы не растапливали и решили вот это в пятницу замечательный день 1 октября во льве знак стихии огня огонь очень поддерживает естественно огонь в печке поэтому берете сухой спирт если вы еще не растапливали первый раз и растапливаете очень хорошо будет гореть огонь быстро вот эта пробка из дымохода уйдет будет очень хороший отличный результат и так по печке мы разобрались только 1 уже октября вот эти дни мы не растапливаем печку дальше очень важные дела которые можно сделать до вот 28 давайте рассмотрим 28 стрижка волос что мы делаем до 13 часов можно стричь а вот уже после 13 вот эти энергии стихии воды они уже буквально пропитываются и начинается работа уже этих энергий то уже заканчивается стихия воздуха поэтому если хотите постричь волосы помыть волосы естественно постричь ногти то конечно же проводите это вот с раннего утра и до 13 часов проведите затем пожалуйста это не делайте затем не делайте это эти приемы хотелось же сказать о приеме это домашние эти дела для нашего тела не делайте пожалуйста не мойте волосы еще и 29 и 30 и не стригите ногти тоже эти два дня и не стригите волосы вот эти работы видите я их выделила вот таким образом не делайте вот эти важные дела которые вы делаете со своими волосами с ногтями вот я делаю такой акцент даже останавливаюсь пожалуйста запишите зато в знаке лев очень хорошо видите стрижка волос мы выбираем всегда с александром именно эти дни знак льва очень хорошо получается и особенно хочу обратить внимание если у вас очень быстро растут волосы и очень густые волосы на убывающей луне в знаке лев замечательное время чуть чуть медленнее будут расти очень хорошо стричь волосы естественно в это время хорошо и мыть волосы и стричь ногти это время супер для вот этого важного дела очистка кожи это я имею ввиду именно то что вы продолжаете делать и начали делать сразу же после завершения сожженного пути полнолуния это чистотел и другие какие-то чистящие операции проводите на теле это продолжается без перерыва до дней гекаты мы об этом будем говорить еще когда уже дойдет время до этого момента я скажу когда нужно это дело прекращать покраска и побелка что здесь нужно знать 28 сентября ранее утро если нужно только ранее утро крайнем случае до 12 часов вот это время в знак стихии воздуха замечательно ложится краска побелка красиво без развода получается вот это используйте но позже уже не делайте и тем более не делайте 29 и 30 никакие покрасочные побелочные работы во первых не сохнет раскисает и так некрасиво получается эта серость получается я уже столько раз прошла сама этим занимаюсь поэтому вот мой совет такой не делайте в эти дни когда знак стихии воды зато прекрасное время для покраски и побелки начинается в знаке лев 1 октября прямо с утра себе можете начинать это дело проветривание одеял вот я сколько раз проверяла вот этот момент когда знак стихии воды выносишь даже сухое одеяло а заносишь тяжелое и никакого аромата это влажное и даже неприятно под ним спать приходится еще раз сушить в доме поэтому даже с утра близнецы все равно не выносите утром у нас туманы конденсат поэтому не используем вот этот день 28 29 и 30 не используем для того чтобы сушить домашние какие-то вещи я имею ввиду то что кстати и то что мы собираемся уже закладывать на хранение летняя одежда которая уже не надо то же самое не делайте эти работы с вашими вещами а вот уже 1 октября пожалуйста в знак стихии огня сушится прекрасно естественно и можно вот эту летнюю одежду просушить проветрить и занести единственное что если будет идти дождь то конечно мне скажут что ага лев и вы сказали у нас дождь шел и вы сказали что можно выносить нет естественно если плохая погода то есть дождевая ветреная то конечно мы эти дела не делаем просто напросто переносим чуть позже когда будет хорошая погода и плюс в знак стихии огня стирка и уборка конечно же замечательное время можно проводить стирку и уборку в дни когда у нас луна в знаке стихии воды прекрасно стирается очень быстро уборка проходит естественно и 29 и 30 мы это делаем а вот 1 тоже можно стирать но особенно хочу отметить вот при уборке используйте вот мытье окон стекла очень красивые без разводов быстро вычищается блестящие получается вот этот день используйте именно для этих дел я уже это тоже столько раз проверяла и мы вот эти подсказки всегда природные лунные используем вот на сегодня все вопросы и все ваши просьбы мы выполнили вот такой сегодня у нас снова же получился большой и агрогороскоп пока что мы вот в таком варианте в влажном варианте сыром оставляем домашние дела успешно с 28 сентября по 1 октября возможно какие то еще будут предложения чтобы мы их уже вот эту рубрику новую озвучили но пока изучаем ваше предложение на этом мы прощаемся всего вам самого доброго до новых встреч на нашем канале всего вам всего самого-самого прекрасного в вашей жизни крепкого здоровья пусть ваши печки будут очагом прекрасным очагом тепла в вашем доме будет уютно и мирно и добро будет в каждом каждом доме до новых встреч на нашем канале